Келтузад Простите, я урчал Следующее, на острове, где мы зачилили, есть портал, с помощью которого Келтузаду надо сконнектиться с начальством и уточнить пару деталей касательно наших дальнейших действий Проблема в том, что портал находится на территории базы зеленомодных чудиков, поэтому надо собрать себе стак слегка подгнивших пацанов и показать оркам, кто здесь главный Классическое для Вари Ками... Просроченные войны Строишь домики, нанимаешь юнитов, ломаешь домики, ты победил. Ничего сложного и ничего интересного По итогу Келтузад связывается через портальный скайп с Архимондом, так звать правую руку лидера Пылающего Легиона, и в Рейдж оф Хаусе он что-то типа главного злодея В общем, этот челик говорит, красава пацаны, все делаете ровно, но требуется от вас кое-что еще Архимонд просит притащить ему книгу заклинаний Медива, с ее помощью у него получится перенестись в Азерот и, если что, эта княженция находится в людском городе Даларан Понял, принял, браток, ты будь на связи, а мы выезжаем на поиски нужного печатного экземпляра Миссия в Даларане, это, конечно, мега-рофл, контролируют этот город, колдуны, волшебники и прочие социальные элементы Вам надо набрать себе отряд мертвых анархистов и пройти через кишкообразную локу На пути будет вставать колдунье разной степени сложности и, собственно, придется их бутылить Какой-то Абибас против него выходил Адидас, Асидас Простая миссия, я что-то клацал туда-сюда Оп-опсиды и дурики убились об моих пацанов Ну и пришла ура-победа Последним на пути Альтаса встал сенсей Джайн и Праудмур Старина, всего хорошего В общем, книга у нас, так что Келтузет начинает ритуал призыва И вот следующая миссия, это просто полная жопа Помните, в прошлом ролике я машнил на момент, где надо за Альтаса полчаса дефать город от мертвяков И это, типа, было супер уныло и легко Так вот, в этой миссии надо дефать Келтузета от Альянса Первые 25 минут, в принципе, херь Тактика остается той же, стройте много башен и играйте в тавер-дефенс Но проблема в том, что среди Альянсовской швали очень много всяких летающих чертей Которых могут атаковать только дальнобойные юниты Благо, есть виверы с пассивочкой, которые могут их приковать к земле И из этого следует, что здесь будет больше... А чем он пауканами приходил седать? Мертвыми пауканами Класс Это воскрешенные мертвецы То есть зомби-пауцы Пауцы Что, на тебя нападет зомби-паук? Зомби-паук Зомби-паук Воскрешенный Паук Микроконтроличем, нежели просто райдкликая, всех убивать Но это ладно, терпимо Плюс к тому же, никто не запрещает вам создать много юнитов и закидать врагов мясом Вы могли слышать мряв Капризочка Самое интересное начинается в последней... Ладно Настя отвлеклась на... Сюда, она же будет тут ходить Крутиться, вертеться Никто не запрещает вам создать много юнитов и закидать врагов мясом Самое интересное начинается в последние пять минут Дети-шлюх из Альянса начинают рашить вас огромной толпой И вы просто посмотрите на этот ахуй Это чё такое? Что за грифоновская эскадрилья блевота? Не трогайте, дайте поиграть! Неплохо, правда? Я где-то часа полтора пытался пройти этот момент конкретно вот последние пять минут Но ни в какую Враги отзеркали мою тактику и закидывают меня толпами летающих скотов Просто жесть! И причём демоноиды тебе на помощь присылают каменных големов Которые, конечно, в рот ебли всех этих грифонов Им тупо насрано Что-то они там летают Ну и пусть летают Мы их трогать не будем Мы вон по горбам лошадям постукаем И всё Моих навыков микроконтроля юнитов не хватало Чтоб за каждого отдельного вивера атаковать разных грифонов Приковывая их к земле Поэтому весь бой превращается в какой-то неадекватный мош В котором разобрать кто и где крайне проблематично Все на автоатаке непонятно кого атакуют Ужас натуральный Как говорится, земля тряслась как наши груди Смешались в кучу кони, люди Хуй на блюде Ещё Этот kill to z, сука, полчаса стоит чё-то шаманит Ты пытаешься Red Dead Redemption 2 скачать через модем МТС Давай килобайты, ускоряй, помоги мне Да где помощь, блядь? Почему тут нету помощи? Чтобы победить, мне пришлось стать величайшим стратегическим полководцем И немножко приподнять свой АПМ И я подумал, ну окей, раз нельзя всех победить Значит надо тупо задержать этих ублюдков до истечения таймера Поэтому было принято решение под хайграунд возле kill to z Выставить всех жидных чудиков Поодаль поставить тараканов и мясные катапульты Ну а далее всё очень просто Сидишь и ебашишь как на пианино Стараясь отводить раненых юнитов Вхилить их за Артаса, а также привязывать к земле грифонов Ну и кое-как с потом на яйцах Я продержался, в конце на Тонникова Забайтил всех гандонов на Артаса Ну и мой полудохлый приятель доделал свои грязные делишки По итогу kill to z призвал Архимонда Также появился Тихондрий Который рассказал, что всё готово, можно приступать к злодейскому плану Архимонт говорит, что больше король лич плети не нужен Ну и пока все готовятся, Архимонт уничтожит город колдунов неподалёку Артас не очень доволен положением дел Типа на него и kill to z забили хера Но мой мёртвый друг говорит, релакс, братишка, король лич всё продумал, дальше поймёшь Затем показывается мультик, в котором Архимонт рисует какое-то говно на песочке Строит замок, после чего, как последнее быдло, начинает его рушить И я помню в детстве стал свидетелем того, как в туапсе один толстый мальчик Сломал другому замок из песка Так малец не растерялся, набрал себе дохлых медуз и закидал ими жирного Потому что искусство, сука, надо уважать Ладно, это оказалось колдунство И таким образом демоноид разрушил Даларан Вот так Следующая глава расскажет о похождениях Траллы и его друзей Собственно, зеленомодные ребятки приплыли к берегам Калимдора, как и просил Медив Первая миссия — надо бегать по карте и искать своих кентов Как оказалось, на этом острове живут кентавры, которые кошмарят, во-первых, орков, во-вторых, тауренов Это раса вот таких вот минотавроподобных землетрёсов Их лидер, Кэн Кровавая Копыта, рассказал Траллу, что на этом острове живёт Оракул Который может помочь лидеру орков найти свою судьбу Таурены вообще такие ребята прикольные С брёвнами гуляют, чисто как в 80-х гетто пацаны с бумбоксами гоняли, слушали вот этот рэп, шмэп Ещё вот посмотрите, у них какие серьёзные моды Сразу видно, мужчины уважаемые, по последнему писку моды одеты Сочетают силу, элегантность и щепотку современных стандартов красоты Кольцо в носу я слышал очень популярно среди так называемой хайповой молодёжи Короче, мы с Тауренами затрахали кентавров, ну и настало время поговорить Пацаны порешили, что Тралл поможет рогатым по дням, а те взамен расскажут, как добраться до Оракула Следующая миссия — надо сопровождать отряд Кэрна и дефать караван от кентавров Вообще, стоит сказать, что сюжетка за Адду достаточно интересная После истории с Артасом это второе по уровню интересности события У Артаса прикольно показано перевоплощение от воина света в дурика, которому жажда мести крышу снесла Плюс к тому же приколюхи с Фростмодом и превращение в супер харизматичного сукиного сына А вот сюжетка с Траллом воспринимается просто как достаточно интересная приключенческая история Тут они побывали, там побывали, разных чудиков на своём пути встретили и с демонами подрались Да и Тралл тоже мужчина харизматичный и приятный К слову, как по мне, в рефотже он выглядит очень круто Вообще, то, что оркам прорисовали бороды, это прям смотрится ультра сильно, ставлю класс Ну, короче, помог я быкообразным кентам и в благодатность мистер кровавая копыта Расскал, что оракул тусуется в пещерах на севере Конечно, погоняла кровавая копыта, это моё почтение А какой холодец можно из этого копыта наварить? Ненавижу, кстати, холодец, это ж по сути дела желе из мяса Как вообще так получилось, что кто-то посмотрел на фрукты в желешке и такой Круто будет сделать то же самое, но только мясное Это скорее просто наварить, ты бульон на кого-то застыл, и такой, ну, типа, греть лень, давай так, сожру И так появился холодец Там же добавляют желатин, по-моему, да? Или нет? Ну, когда хороший исходный материал, там желатин не требуется Но по факту желатин таким способом и добывается А, ну да, логично, ё-моё А как это готовится? Это же пиздец Я помню, малой, когда увидел, как мать готовит холодец Подумал, что она какое-то жертвоприношение устраивает Во славу Перуна, или Одина, или Нарзула Я помню, что она выварила свиную голову настолько, что я нашёл потом нижнюю челюсть и игрался с ней У меня на полном серьёзе была игрушка «Свиная челюсть» Жесть У неё даже были зубы Это мне вот эти вот лоховские штуки, которые за вас лепят снежки и игрушечные лазерные метчики «Свиная челюсть» для отыгрыша «Шамана» и старые грабли, которые имитировали Косухидана И пошёл уверенно исполняться Косухидана? Ха-ха-ха-ха-ха Понимаешь, я видосы, когда делал это сегодня И вырезал Вот тогда вот так лежит, и я смотрю, да идёт такой Просто мега серьёзный Кошины запил «Осполнять финты и пируэты, накидывая пиздюля крапиви» Такое вот детство Тик-тика и стимы вот этого вашего не было Приходилось развлекаться самому Ладно, пока Тралл топает в горы, показывают касс-сцену, в которой демоны кошмарят людские поселения. Здесь нас знакомится еще одним злым козлом, звать этого выродка Монорот. Его отчитывает Тихондри, дескать ты гнида такая... Знакомится еще одним злым козлом, звать этого выродка Монорот. Его отчитывает Тихондри, дескать ты гнида такая, не доигрываешь, ну а жидный сыр говно, говорит не ссы, у меня для орков припасен прикол. Ну а Тралл же встретил на своем пути отряд Грома, которого кошмарят солдаты Альянса, и тут наверное стоит вам кое-что прояснить. Как я сказал в прошлом Видике, демоны одно время эксплуатировали орков. Смотрите, в момент, когда Нерзула сменил Гул'дан, Келджеден даровал оркам силы, нужно было испить какой-то санины, и ты становился суперсильным и жестким. Эта санина — кровь Монорота. Насколько я правильно понял, помимо того, что она давала силу, эта жижа делала орков более поддатливыми, отчего демоны могли ими спокойно управлять. Когда была вся эта замутка с Гул'даном, почти все орочьи кланы испили жижи, получили силы и отправились в Азерот махаться с Альянсом. Одними из первых, кто согласился опрокинуть чарку демонических саг, были как раз-таки Гром и члены его клана. Кстати, клан Трала, которым тогда руководил его батя Дуротан, отказались от этой силы, отчего на время стали изгоями. Об этом, кстати, рассказывается в фильме Варкрафт. Ну, короче, так получилось. Да, судя по всему, продолжение которого мы никогда в жизни не увидим. Шторки супер жестко оподливились в Азероте, многих из них поймали в плен, и лишь Трал со временем смог более или менее собрать единоорочие кланы. Блин, Трал это такой, типа, я вообще не знаю, отсылкой он является на что-то или нет, но у него просто, этот, громовой молот. И он молнией хуярит. Творк. Ну вот я даже говорю, я не знаю, является ли он отсылкой. Интересно тут другое. Помимо силы и податливости, демоническая жижа еще и делала орков очень жестокими. Жажда крови буквально сводила их с ума, а так как они потерпели поражение... Сразу видно, что жажда крови свела их с ума. Вообще, агрессия на лице. Пидей. И доступа к имбовому напитку у них больше не было. Начались отхода. Много кто с этим не справился, но нам интересен гром, который вроде более или менее башку в порядок привел. Хотя, сука, такая на рожу, он постоянно лезет. Не знаю, из-за демонической отравы он такой, либо это черта характера, но так или иначе орки помнят о том... Сегодня это фраза дня. Черта-черта. ...что с ними сделали демоны. И как они использовали их практически как рабов. Демоны, кстати, как раз считают орков таковыми. Все это нужно для понимания дальнейших событий. Ну а пока что задача Трала следующая. Отстроить лагерь, нанять братву и уничтожить базу Альянса. Все по классике, без изменений, разве что появились новые юниты и за одну стала играть поинтересней. Миссия не сложная, плюс к тому же, помимо отряда Трала, вам будет помогать Гром, так что изи. После... Трала отвечает, что Гром болван и не слушает приказов, ну а Гром же говорит, что Трал идиот, надо вырезать Альянс, к тому же демоноиды активизировались. Ну и на все это Трал приказывает Грому взять себя в руки и поделить свою кровожадность на ноль. Собственно, сейчас задача следующая. Мистер Вождь полетит искать Оракула, а Грому надо отправиться в лес и обустроить там лагерь. Эта миссия, с одной стороны, прикольная, дали поиграть за Грома, появились ночные эльфы, но с другой стороны, лутать 15 тысяч дерева, это, конечно, так себе поинтересности. Тут такая вот проверка на лоха, если вы вдруг лох, то вы будете добывать древесину с помощью работяг. Ну а если вы продвинутый юзер, в гоблинской лавке можно нанять парочку резераков, которые будут лутать дерево в разы быстрее. Поднасирать вам будут соски эльфийки, которые верхом на шлюхозаврах будут кошмарить ваше поселение, но тут главное не... Типа, ааа, не смейте, деревяшки, они живые, они кричат, вопят, ну, типа того. Это ж, эльфы ж, это гринпис фэнтези мира. ...очковать, нанимайте собачьих наездников, у которых есть скиллуха, приковывающая летающих врагов к земле и, в принципе, изи. Не суперсложный уровень, просто мальца душноватый. Полчаса смотреть, как у вас набегают циферки, параллельно защищаясь от остроухих тяночек. Помните, чуть ранее я вам рассказывал про Монорота и то, как он одурманил орков. Так вот, этот пузатый гнидыч появился в лесах неподалеку, ему ранее в диалоге рассказал Тихондри, где сейчас тусуются орки. Ну и, собственно, динозавр притопал и налил своей крови в местный источник. Кстати, как выяснилось, давным-давно Пылающий Легион сражался против ночных эльфов. Остроухие победили не без помощи типа по имени Кенарий. Это местный полубог, ну и просто сильный дядя. Тихондрий сказал, что от него надо избавиться и как раз ради этого Монорот проклял источник, что орки получили силы и, собственно, Кенария забороли. Тем временем Кенарий начал давать отпор нашим зеленомодным кентам. Орки почувствовали рядом источник демонической жижи, поэтому надо пробраться вглубь леса и немножко бахнуть пойло. Не самое простое задание. Надо набрать чубриков и пробивать себе дорогу к источнику. Все плохо кончится. Параллельно с этим базу будут кошмарить остроухие девки, так что придется мальца поднапрячься. По итогу Гром с кентами дотопал до отравы. Герой говорит, что ему вообще все похеру. Ради победы над Кенарием он готов пойти на все. Орки, конечно, пытались его отговорить. Дескать, Тралл сказал, что демонические саки это плохо. Да и нельзя, чтобы ярость снова ударила в голову. Но Гром говорит, отставить нахуй, забей, мы должны с яростью слиться и будет круто. Ну и, собственно, орки испили из источника, покраснели и получили огромную силу. Сейчас надо набрать... Ааа, вон оно че. ...себе армию усиленных орксов и пойти порешить Кенария. Орки под демоническим сосалом, конечно же, супер имбовые. Спокойно можно тупо всех за райд кликать. Ну шо ты, олень комнатный, бебру нюхать будем, ммм? После победы Гром встретился с Моноротом и демоноид пояснил, что теперь орки будут служить Пылающему Легиону. Тем временем Тралл с братвой прилетели в горы, где обитает Оракул. Но тут, как назло, засели воины Альянса, так что надо будет с ними разбираться. Также завалился старина Кадны, сказал, что он и Таурены будут помогать пробираться к вершине горы. Вот эта миссия мне конкретно порвала жопу. Если так посмотреть, вроде ничего сложного. Ну парочка баз, набрал себе всяких собачьих наездников, землетрясов, ну и прочих достойных товарищей и пошел разбираться с врагами. Однако нет. Последняя база Альянса находится на вершине горы и попасть туда можно только с дирижаблей. Но проблема в том, что по периметру расставлены башни и наездники на грифонах, которые, во-первых, ломают дирижабли, а во-вторых, сразу атакуют высадившихся юнитов. И чтоб получилось давать пиздюля в ответ, надо юзать обилку собачьих всадников, которых могут сразу замахать. Я несколько раз тут свидел, постоянно суки ломали мои дирижабли. И кое-как чудом, попав в слепую зону, я смог высадиться, правильно расположил отряд, все законтрил, ну и победил. Кстати, на входе в пещеру Каракулу Тралл увидел, как туда завалилась Джайна. Вот знаете, я недавно проходил Элден Ринг и сейчас начал проходить заново на стриме, так вот даже в Варкрафте дан же интереснее, чем в ебаном Элден Ринге. Это, к слову, это, как говорится, ответ тем, кто, ой, у меня не было спутя, а мне было интересно, а не рахитяну там, блин, ну у каждого свой вкус. Если вам было неинтересно, это не значит, что, точнее, если вам было интересно, это не значит, что надо доказывать человеку, который сказал, что игра хорошая, но открытый мир говной, он там не нужен, что это не так. Так вот, даже в Варкрафте дан же интереснее, чем в ебаном Элден Ринге, у меня все. Мне эта глава понравилась, прикольно, в кои-то веки не какие-то супер масштабные драки, а такие простенькие побегушки по пещере, я прям так кайфанулся, пока тут бегал. Плюс, к тому же, это отлично вписывается в приключенческий геймплей за орков, даже по древней пещере Оракула прогульнулись, эта миссия мальца остудила динамику в хорошем смысле, игрок реально может отдохнуть и на расслабоне поклацать кнопочки, я прям супер доволен, ставлю миссии класс. Да и в принципе, всем донжам в этой игре. По итогу, Тралл с Кентами дотопал до Оракула, где встретилась Джайна, и внезапно оказалось, что Оракул на самом деле Медив. Он немного дает пояснение, чё к чему. Медив говорит, что Пылающий Легион уже начал кошмарить Азерот, Лордерон пал, и следующая их цель Калимдор, так что главным героям нужно объединиться и дать демоноидам бой. Все, конечно, против, но Медив поясняет, что это необходимо, сейчас не важно, кто там чё, когда и с кем, ага. Надо встать брат с братом и не шагу назад, потому что демоноиды хотят уничтожить весь Азерот. Так же... Вот и чё уходило, а теперь кря. Она же тебе хочет, ты её игнорировал. Так а ты плохой отец, Ква. Кашина и Ква. Именно то, чего я хотел. Пульсирующая Ану с Кашиной. Именно то, что я хочу видеть. Ну, Гарбий давали, но я думаю, раз Гузна о них не сказал, значит, у него их не было. Видимо, он где-то проебался. Это вполне возможно. Медив рассказал, что Гром попал под влияние демонов и как бы тролл, разберись, ёпта. Ну и, собственно, да, и Альянс объединились. Спустя время Джайна рассказала, как можно излечить Грома. Для этого придётся заключить его душу в кристалл и потом притащить его к Джайне в лагерь. Ну и, собственно, сейчас надо это провернуть. Имбовые орки, это, конечно, круто, но только когда они на моей, сука, стороне, против... Ха-ха-ха-ха-ха. ...в них не нравится, конечно. Прибавьте сюда ещё демонических чертей и получается мальца потно. По итогу я кое-как раскидал заражённых орков, разломал их базу и пришло время закуситься с Громом. Тут случился такой вот микро-прикол. Я совершенно забыл о том, что его надо заточить в кристалл, поэтому тупо начал с ним махаться и мальца прихуел от дэмэджа. Это вообще как. Собственно, спустя какое-то время я вспомнил основную задачу, так что заковал Грома и отнёс его в кристалле в лагерь Джайны. Его расколдовали, старина извинился, сказал, ссори, бес попутал, ну а Трал ответил, браток, забей, погнали лучше об осым Монорота. Далее показывается мультик, в котором Гром и Трал сражаются против злого динозавра. Сейчас это выглядит, ну, мальца всрата, но я могу представить, как круто это было наблюдать в 2002-м. Тут ещё и развязка такая. Монорот, короче, вырубил Трала, начал говорить, что Гром лох и чмой, он будет под властью демонов, ну а Гром чисто на морально-волевых как рыганёт и критический в пузо. Монорот повержен, проклятие его крови исчезло, а это значит, что демоны больше не властны над орками, однако Гром героически сфидел. Перед смертью он сказал Тралу, что теперь в нём угас огонь демонов и орки, наконец, свободны. На этом закончилась кампания Ады, ну и что сказать, супер круто, одобряю, ставлю класс. Последняя кампания Рейн оф Хаус будет за ночных эльфов, и вот это самое малоинтересное из всех кампаний. Помимо одного момента, всё остальное прям не очень. Ну типа, да, эльфы, круто, наверное, но на фоне Трала, и уж тем более на фоне Артаса, история ночных эльфов какая-то простая, что ли. К ним завалились незваные гости, они такие, воу, блин, вы чё, свалите с леса? Ну и в конце все махаются против демонов. Да и честно говоря, юниты ночных эльфов мне совершенно непонятны. У них все юниты дальнобойные, прикольно, конечно, что у них есть инвиз, но кто танковать урон-то будет, м? Да, чуть позже появятся друиды, и, мол, Фурион может призывать пеньков, но до этого, братишка, терпи. Короче, сейчас мне не очень зашло за них играть, хотя раньше прикалывало. Давайте вкратце, чё тут было. Лидер ночных эльфов Чекса по имени Тиранда, она унюхала, что в эльфийском лесу слишком много зеленомодных дебиков и людей. Эльфы подумали, что незваные гости пришли разорять их земли, поэтому было принято решение разбираться. Нанимаем лучниц, получаем по мандасам, идём выполнять побочку, в благодарочку нам дают медведи, которые будут танковать урон, ну и победа. После этого Тиранда в обществе своих остроухих подруг становится свидетелями того, как на орко-людской лагерь напали демоноиды. Со словами, охуеть, девчонки решили свалить, но, к сожалению, не получилось, не фартануло, и демоны их настигли. Тут опять немного рассказывают, как Пылающий Легион уже пытался захватить эти земли много тысяч лет назад, но тогда эльфы смогли дать отпор. Однако сейчас Архимонт говорит сосить остроухие дуры, демонам никто не помешает. Когда Тиранду уж было хотели убить, она ушла в инвиз, а как известно, невидимость равно неуязвимость. Далее надо втихаря проскочить мимо демонов и притопать в эльфийский лагерь. Ситуация следующая, так как Кенарий сдох, Тиранде придется самой пробудить друидов, для этого надо подудеть в какой-то волшебный рог. Но до этого рога еще надо добраться, также по дороге надо будет заглянуть в хибарку и разбудить очень сильного друида по имени Малфурион Ярость Буря. Тут тоже все по классике, набираем себе отряд девчонок, ну и топаем выполнять основные задачи. Для начала по Бэрику разбираемся с Орксами, затем проходим к волшебному рогу, попутно не забыв свидеть от сильных врагов. Просто да ну нахуй! Даем плотного гудка, ну и Малфурион пробудився. Как и я, когда меня будит, Фура сразу заявляет. Я зол, очень зол. Котенок проснулся потный, голодный и злой. Ненавижу, сука, когда меня будит. Я помню как-то разозлился и телефон свой разбил, потому что там будильник мерзко пеликал. Мол Фурион поясняет, что Архимон... Блять, гузно сложно было вставать на работу, я думаю. На учебу. ...хочет уничтожить мировое древо, и если у него это сделать получится, то все, гаги, мы проебали. Вкратце, Малфурион и Тиранда пробудили друидов-воронов, а затем мы пошли в данжик, чтобы пробудить друидов-хищников. Эти юниты, кстати, мне понравились. Они наконец-то могут танковать, а также бафать всех на урон и хилить, нормальная тема. Пока герои бегали и пробуждали корешей, кое-чё выяснилось. В этом подземелье находится тюряга, в которой заключен некий Иллидан. Малфурион говорит, что надо поскорее отсюда сваливать, а Тиранда напротив, хочет освободить Иллидана, аргументируя это тем, что он будет полезным союзником. Малфурион против, прям очень против, и тут герои разделились. Чикуля пошла освобождать Иллидана, а Малфурион пошел будить оставшихся друидов. Ну и давайте я вам немножко поясню, кто этот Иллидан и почему он такой охуенно важный. Иллидан это суперсильный чубрик, первый охотник на демонов, который давным-давно мальца наломал дров, за что его посадили в тюрягу. Кстати, он брат-близнец Малфуриона. Как я понимаю, он всегда стремился... Я вообще не знал, мне почему-то казалось, что Иллидан это кто-то, ставший демоном, или что-то такое. Я его истинного лора никогда и не знал. ...стать сильнее, отчего даже не чурался пользоваться магией демонов. Как раз то, в каком виде мы встречаем Иллидана, это уже после получения демонической силы. Но при этом Иллидан согласен помочь Тиранде, хотя делает он это чисто потому, что это Чикуля любит, но ночных эльфов ему насрать. Тут вообще пацаны любовный треугольник, Иллидан любит Тиранду, но она жена его брата Малфуриона, держу в курсе. Иллидана видеть не рады, Малфурион говорит, что эта идея... А что за муж такой, который дремал без жены своей в какой-то хижинке? ...не очень, но малая верит в то, что Иллиданыч поможет. Спустя время показывается кассена, в которой Иллидан говорит, видимо, оператору, что ему не очень нравится то, как о нем высказывается его брат, так что Иллидан собирается доказать Малфуриону, что демоны над ним не властны. Но тут хитрожопа припарковался Артас, они начинают махаться, драка, конечно, бешеная, вот этот вот муф Артаса с 360 ноускопом, конечно, сильно, победителя выявлено не было, так что пацаны решают поговорить. Артас рассказывает, что неподалеку тусуется Тихондри, и у него есть сильный артефакт, череп Гулдана. Именно этот череп источник порчи, которая кошмарит местные леса. Иллидан спрашивает, на кой Артасу нужна его помощь, ну а седой кореш поясняет, что как бы королю Личу будет выгодно, если Легион штаны насрёт, да и к тому же череп Гулдана содержит очень большую силу. А Иллидан немножко ёбнут на таком, плюс он всегда жаждал власти, так что в следующей главе Иллидану под моим управлением надо пробиться к демоническим вратам и залутать череп. Вообще стоит сказать, что Иллидан это мой любимый персонаж в третьем варике, у него прикольная история, мне он чем-то Арачимару напоминает. Да и надо признать, выглядит Иллидан супер стильно, а на моменте, когда он сражался с Артасом в Фрозентроне, было очень обидно, потому как тут должен был быть синематик, Иллидан крутой, вот именно кул, харизматичный, Аааа, меня укусили, простите. Обидно, потому как тут должен был быть синематик, Иллидан крутой, вот именно кул, харизматичный, самоуверенный, повязка на глаза, ну потому что тупо скилловый, ему даже видеть ничего не надо и так получается чепуху нарезать. А когда он получит... Да капец, ебать, у него рама просто. Демоническую силу, мое почтение. Да, история Атаса прикольней, да и сам он МБ поинтересней, но мне в первое прохождение больше всего запомнился этот остроухий парень. Сейчас как раз надо за него играть, предстоит набрать себе войско и найти черепуху Гулдана. Тут ничего сложного, разве что демоноиды могут подкошмарить, но в целом пойдет. По итогу Иллидан решает уничтожить череп, так как с его слов он станет могущественнее любого из прихвостней Архимонда. И вы просто посмотрите на это, огромные страшные крылья, светящиеся татухи, глаза, прессак. Вот так должен выглядеть настоящий мужчина, копытом свертухи в щи и полетел на своих крыльях сосать шашлыки с корешами и щупать дриад за вымя. А сосиски что, не надо что ли? Только за вымя? Один кружка пива и один дриада жена. Да, а потом куча конят. Что случилось в наших лесах? Ну и теперь, когда ебать шашлыки с корешами и щупать дриад за вымя. Что случилось в наших лесах? Ну и теперь, когда Иллидан получил власть, которая и не... А, это другой парень. Короче, когда Иллидан получил демоническую форму, он стал суперсильным, поэтому он решает угостить Тихондрия излюбленным блюдом ночных эльфов. Пирожками с пиздюлями, тебе вкусно? Так уплетай за обе щеки. Чё, съебал, разобью тебя! На моменте, когда Тихондрий сфидел, появились, мол, Фурион и Тиранда. Братишка начинает отчитывать Иллидана, дескать, он стал демоном, и это вообще не круто, и даже избавление этих земель от демонической заразы не стоило души Иллидана, так что его изгоняют. Идите нахуй! Пару дней спустя, мол, Фурион... Ну да, действительно, совершенно он, это... Так сказать, впитал в себя говно и помог, спас сотни или сколько там дохрена... Дохренели он деревьев и эльфов. А, ты пожертвовал своей душой ради нас? А, пошёл ты нахер, вот ты тварь, да? А потом, а, почему ты убил меня через очко? Он и Тиранда встретились с Тралом и Джайной, их всех собрал Медив и сказал, что нужно объединиться и сразиться против Архимонда. Кстати, как оказалось, именно из-за Медива Легион вернулся. Много лет назад он привёл в этот мир орков, но вместе с ними пришли и демоны, за что люди порешили Медива, но он каким-то чудом вернулся, чтобы предотвратить гибель Азерота. Для этого, собственно, все должны объединиться и замахать демонов. Я вам напомню, Архимонд хочет уничтожить мировое древо, оно питает ночных эльфов своей силой, и если оно уничтожится, то будет очень плохо. Силой земли? Ухать. Короче, нельзя позволить Архимонду его уничтожить, так что объединённые силы эльфов, альянсы и орков будут это древо защищать. И сейчас начинается просто, блядь, карнавал. 45 минут надо дефаться от армии нежити и демонов. И знаете, если с Артасом было скучно, с Kill to Z сложно в конце, то здесь всё сразу. Только сложно начинается минута с 20. Часа где-то 3 было потрачено на то, чтобы эту миссию пройти, и я не начинал каждый раз... Ееееть, сука, нахуя? Это слишком пиздец, блядь, час дефать. С самого начала у меня были сейвы практически на все моменты. Беда в том, что сначала демоны будут кошмарить базу людей, затем орков, и последние это эльфы. Однако играем мы только за эльфов. Конечно, боты стараются не руинить и как-то помочь, но они руинят. Не юзают обилки, нанимают не тех юнитов, от чего приходится всё делать самому, и это очень сложно. Прям жесть как сложно. Особенно для РТС дислексии, какой им я и являюсь. Чтоб вы понимали, насколько мне было сложно в первое прохождение, я смог пройти этот момент только с хуиз ю дэдди. Тут две проблемы. Во-первых, за ночных эльфов играть мне не очень нравится, а во-вторых, если вы будете... С хуиз ю дэдди? Это чит, чит какой-то. Мод какой-то, я не знаю. ...быть и тупить, не контролить юнитов, или просто их жалеть, оставляя всех на финальный деф эльфийских поселений, это сразу луз с нулевой. Нужно быть активным всегда и сражаться за каждый ебочек, за каждую башенку, так как тут надо продержаться. И любая башня будет хоть на чуток задерживать демоноидов. К тому же обязательно не только микроконтролить юнитов, отводя раненых назад, чтобы их переставали бить. Очень важно постоянно за друидов хилить, давать бафы на урон, призывать пеньков Малфориона, юзать ульту Тиранды. И если лениться, опять же луз с нулевой. Эта миссия это буквально финальный экзамен всему, чем у вас учили до этого. И в принципе, логично, спору нет, просто для меня это очень сложно. Я вам, блять, кто, суньцзы? Как, собственно, я проходил этот ужас? Я набрал себе отряд медведей, шалаф, которому очень интересно, что происходит в наших лесах. Ну и отправился дефать корешей. Постоянно бафал всех на урон и сражался за каждый сантиметр карты. После того, как люди пали, надо дефать орков. Тут нужно продержаться как можно дольше. Я правильно расположил всех дальнобойных додиков, набрал кучу медведей. Получилось продержаться более или менее долго. Я много волн демоноидов отразил. Ну тупо гений. Правда, в бою нихуя не понимал. Кто не играл варик, вот просто посмотрите. Что-то понятно? Вот и мне не очень. Так получилось, что демоноиды подошли к эльфам, когда оставалось примерно 7 минут до конца. В первый раз меня уже сносили на этом моменте, так что полет нормальный. Ну и в принципе, так получилось победить. Хоть у меня и начали заканчиваться ресурсы, но остатков медведей и козобаб хватило, чтобы... Вот об этом я говорю. Не должен чихать человек так часто в день. Задефаться от мертвяков. Сын шлюхи Архимонт ни одной башенки даже не сломал, сосать плюс лежать. По итогу показывают кассену, в которой эта гнида все-таки пробралась до дерева. Он уж было обрадовался, но, мол, Фурион все это время собирал духов, чтобы приготовить ловушку, в которую Архимонт и угодил. Показывается мультик, в котором злой черт обнимает дерево, как вдруг внезапно появляются духи, которые его обвивают и уничтожают. Так что ура победа. После этого Медив говорит, что люди, эльфы и орки, забыв былые расприи, объединились и сразили демонов, спася тем самым Азерот. Титры. Ну, точнее должны были быть. На этом закончился Warcraft 3 Reign of House. Спасибо, забудь здоров. Но не закончились мои видики, потому как есть еще Фрозентрон. И уже когда я пройду его, можно будет сделать небольшой, так сказать, вывод. Если вкратце про события Reign of House, прикольно, мне раньше больше нравился ФТ, но сейчас перепройдя Reign of House, очень даже неплохо. Я заново открыл для себя компанию Орды, мне она раньше казалась кальной, но сейчас я прям кайфанул, да и Тран мне прям понравился, круто. Единственное, ночные эльфы мальца задушили, но в целом норм, да и все-таки там есть Элидан. Так что Reign of House очень даже интересно, хочется поскорее залипнуть уже в Фрозентрон. Ну и как вы понимаете, на этом все, пойду зачили в Фрозентрон и скоро выйду на связь. Собственно, ставьте класс, подпис... Сдается мне не особо, он там зачилит. Угу. Спасибо за просмотр. И до вскоро. Субтитры сделал DimaTorzok